Евгений Куйвышев поручил муниципальным властям Азбеста оперативно подготовить комплексную стратегию развития города, в которой будут учтены запросы и потребности горожан. Об этом глава региона заявил во время встречи с трудовым коллективом городообразующего предприятия Урал-Азбест в ходе рабочей поездки в муниципальное образование. Глава региона прибыл в Азбест накануне сразу двух праздников, имеющих особое значение для горожан – Дня строителя и 95-летие Урал-Азбеста, одного из крупнейших и старейших в стране производителей хризатила. Евгений Куйвышев осмотрел Баженовский карьер, на базе которого работает городообразующее предприятие. Также он побывал на площадке завода по производству теплоизоляционных материалов Эковер. Это дочернее предприятие Урал-Азбеста, запуск которого позволил создать дополнительно 350 новых рабочих мест для азбестовцев. Отметим, всего в структурных подразделениях комбината работают сегодня около 5000 человек. Евгений Куйвышев высоко оценил деятельность предприятия, отметив, что инициативы, позволяющие диверсифицировать производство и дать работу жителям города, всегда находят поддержку руководства региона. Глава Свердловской области также в преддверии праздников принял участие в знаковом для азбестовцев мероприятии торжественном открытии бюста Алексея Лодыжинского, топографа и геодезиста землемера Уральского горного правления, в 1885 году открывшего Баженовское месторождение Хризетил-Азбеста. Открывая памятник в сквере близ завода управления, Евгений Куйвышев отметил, что уральские первопроходцы, изобретатели и мастера во все времена отличались волей к успеху и трудолюбием. Эти слова главы региона тут же нашли подтверждение. Сразу после торжественной церемонии Евгений Куйвышев встретился с работниками Урала-Азбеста, среди которых были люди, проработавшие на комбинате по 40 и 50 лет. Кроме того, в зале находились представители двух трудовых династий – Кочневых и Черемушкиных. Обе семьи отмечены благодарственными письмами губернатора Свердловской области. Глава региона подчеркнул, что строительный комплекс – одна из ключевых отраслей экономики Среднего Урала. От его состояния во многом зависит успех в решении важнейших задач, стоящих перед регионом. Ведь развитие строительной сферы – залог улучшения качества жизни людей. В Свердловской области принята будет программа «Пятилетка развития», где будут обозначены векторы развития нашей области. И очень символично, что коллектив комбинатов сегодня платворно работает по осуществлению стратегического плана развития своего предприятия на 2017-2021 годы. Мы сегодня вместе идем одним курсом, и наша общая задача – вывести Свердловскую область в первую тройку российских лидеров. Генеральный директор комбината Юрий Козлов рассказал о планах предприятия по диверсификации производства, напомнив о сложной ситуации, в которой оказался Урал-Азбест из-за проводимой некоторыми странами антиазбестовой кампании. Он сообщил, что в 2008 году руководством комбината было принято решение, не снижая объема производства Азбеста, довести его долю в общем объеме выпускаемой продукции с 80 до 50%. Сегодня этот план успешно реализуется, и этот показатель уже снижен до 65%, в частности, благодаря запуску Эковера. Юрий Козлов поблагодарил Евгения Куйвашева за поддержку, которую областные власти всегда оказывали комбинату. Со словами благодарности обратился к главе региона сотрудник Урал-Азбеста Александр Шанаурин, проработавший здесь более 40 лет. Вы и правительство Сырловской области оказывают комбинату большую помощь в противостоянии с антиазбестовой компанией. К сожалению, она уже длится 40 лет. И после этой антиазбестовой компании спрос в мире на Азбест падает. Соответственно, в комбинате снижаются объемы производства Азбеста. Намерены ли мы в будущем еще продолжать поддержку антиазбестовой отрасли промышленности? Евгений Куйвашев заверил работников комбината, областные власти будут держать ситуацию под контролем, ведь от успешной работы Урал-Азбеста зависит благополучие горожан. Кроме того, большая работа ведется по выводу Азбеста из монозависимости от главного предприятия. Другой сотрудник Урал-Азбеста, представитель одной из трудовых династий комбината Александр Кочергин посетовал на то, что иногда в интернете и средствах массовой информации можно встретить нелестные отзывы об Азбесте. Мертвый черный город. Жители муниципалитета такие характеристики обижают, ведь они видят, что это не так. Город постепенно развивается. Он попросил Евгения Куевашева дать свою оценку Азбесту и поинтересовался, какое внимание областные власти будут уделять благоустройству муниципального образования. Я работал главой населенных пунктов трех. Сначала это был населенный пункт 30 тысяч, потом 100 тысяч, потом я возглавлял Тюмень. И поверьте мне, за 17 лет своей работы на этой очень непростой работе, я совершенно точно знаю, что делать нужно в каждом городе. И, конечно же, с моей стороны, как руководителя области, на случай, если, конечно, меня выберут, то я обязательно применю все свои профессиональные знания для того, чтобы помочь Наталье Робертовне и помочь городу Азбесту. Важно, чтобы и руководство нашего муниципалитета могло рассчитывать на всестороннюю поддержку региональных властей. Однако для этого необходимо заслужить достаточный авторитет, доказать реальными результатами свою способность решать проблемы округа и находиться в постоянном диалоге с его жителями. Конечно, сразу все сделать невозможно, но даже небольшие позитивные подвижки необходимы. Ведь рост социального напряжения или его спад напрямую иллюстрируют качество работы местных властей, являются его лакмусовой бумажкой.